всем привет сегодня поговорим еще раз разметки жесткого диска об особенностях таблицах разделов MS-DOS и GPT ну вот видите у меня здесь в G-Party вот мой жесткий диск там куча разделов куча всего записано всегда следует если есть сомнения узнавать какая у вас таблица разделов как вот вид информация об устройстве вот у меня написано MS-DOS есть еще таблица разделов GPT GPT ну это более современная таблица разделов она позволяет создавать гораздо больше там на них разделов ну и у нее есть свои особенности особенности при установке на систему GPT вот пожалуйста я не вру я нахожусь на флешке у меня абсолютно крохотулечная флешка вот ее такие вот координаты и еще один гигабайт там свободен на флешке вот у меня пожалуйста я вам сейчас покажу что у меня находится на этой крохотулечной флешке вот находится слакс микро линукс там на двести там шестьдесят мегабайт поисковик операционных систем и сборка линукс минт 18.3 с рабочим столом цинамон вот такие вот простые скажем так исходные условия а теперь значит что мы будем делать вот видите находясь на таблице разделы разделов MS-DOS у меня даже загрузочный сектор не создан и все равно все работает и крутится но есть ограничения что вот на главную запись можно поставить не больше трех создать разделов а затем надо делать расширенный раздел или так называемый логический и на него уже тоже можно понаставить кучу разделов можно значит сделать и здесь будет сектор или загрузочный раздел там на 512 мегабайт и это тоже будет в принципе работать и это все будет правильно просто надо учитывать что вот раз два три создали и сразу нужно бежать и создавать расширенный раздел вот таким вот образом значит вот этот нюанс я вам покажу а на GPT там практически создали загрузочный раздел а потом создавайте там кучу разделов без всякого ограничения там по моему до 100 их можно создать если даже не больше практически особого значения это уже не имеет так вот видите я нахожусь на флешечке сейчас буду как говорится делать бурю ураган на своем значит устройстве ну вот смотрите устройство создать таблицу разделов вот таблица MS-DOS сейчас отформатируем в MS-DOS я вам покажу на примере еще раз разницу и ограничение MS-DOS а потом будем делать все на GPT причем записывать будем не оригинальный образ а вот именно мою настроенную авторскую сборку которую я записал на программочку значит мультибут USB ну для начала значит вот смотрите применить и вся как говорится ваша там работа которую вы там делали и все там что вы с таким трудом как говорится там все это вылизывали создавали вот в один момент все пропало и вот MS-DOS так вот смотрите значит что я делаю вот для начала ну вот я создам загрузочный раздел загрузочный раздел ну давайте так 512 мегабайт тут все идет до 1 гигабайта все по кратному идет можете делать в загрузочный сектор там 512 озарить пополам это будет 256 там ну обычно делаю там 256-512 без разницы вот файловая система вот смотрите какие здесь файловые системы можно сделать FAT32 но потом сама система она все там поменяет сделает все как надо ну давайте допустим FAT32 FAT32 здесь я даже там ну давайте даже напишу FAT32 FAT32 вот добавить затем значит вот нажмем кнопочку исполнения желаний закрыть ну корневой раздел сделаем сделаем 30 гигабайт я уже очень во многих своих видеороликах говорил и рассказывал что по моему опыту в корневом разделе самые обычные ненавороченные линуксы занимают не больше там 10 там 15 гигабайт я же делаю двойной запас с прочности вот я 30 умножаю на 1024 получаем вот это вот число 30 720 вот корневой раздел я делаю создать новый вот я сейчас вставляю эту цифру вот 30 гигабайт тут могу написать там root ну потом при переустановке все равно там все поменяется поэтому просто добавляю расширение вот файлосистема extension 4 хорошо прекрасная маркиза закрываем все это дело делать вот здесь наступает очень важный вопрос потому что при мездосе если что-то там не так неправильно разметишь то потом чтобы что-то основательно поменять особенно на первых там 2-3 разделах придется полностью все переформатировать вот ну у меня по опыту так вот сложилось что для основного линукса мне за глаза и за уши значит хватает вот это лично мне вы можете выбрать там хоть 100 гигабайт там хоть 200 дело ваше я показываю вот свой вариант вот у меня 400 гигабайт для основного линукса хватает скажем так очень даже нормально значит вот я добавляю отмечаю он сейчас пройдется закрыть и вот на таблице разделов которые мы значит сделали в MS-DOS если я сейчас еще создам один раздел то больше не смогу создать ни один раздел вот например смотрите я пишу новый допустим делаю 4096 здесь выберу swap то есть у меня swap файл на 4 гигабайта вот все хорошо прекрасная маркиза а дальше то я ничего создать не смогу вот смотрите новый видите сообщение невозможно создать более 4 основных разделов то есть вот это является особенностью значит таблицы значит разделов MS-DOS поэтому значит что здесь мы делаем значит мы просто-напросто берем все это дело удаляем и создаем новый раздел но вот здесь уже указываем расширенный здесь ничего не меняем никакие ни цифры ничего пишем добавить и вот уже здесь можете сделать кучу всяких там разделов потому что вот видите раз два три не больше трех расширенный а теперь спокойно можно сделать и своп файл сюда воткнуть вот мы пожалуйста новый значит тут мы напишем вот на 4 гигабайта это будет 4096 здесь мы пометим как своп вот применить и закрыть а вот здесь уже там дальше создавайте кучу там разделов тоже как говорится без особого уже страха почему потому что вот ограничение было только первые три раздела а когда расширенный создали раздел логически на нем уже можете как говорится изгеляться сколько вам угодно и сколько позволит как говорится размера вашего жесткого диска ну вот для примера создадим раздел вот новый ну вот я например вот так вот сделаю 51 200 это скажем так вот просто ради принципа вот пожалуйста закрываем вот в остатке у меня там 447 гигабайт это по 50 гигабайт еще кучу таких разделов могу понаделать ну юмор понятен ну вот даже так вот я могу сделать то есть ну произвольные размеры когда желаемый раздел чтобы у вас был в гигабайтах умножаете на 1024 ну вот здесь будете получать целочисленные значения значит если значит нет то вот будете получать вот такие вот некрасивые значения поэтому имеет смысл умножать при расчете разделов вот такие вот вещи и у вас будет так это все красивенько выглядеть теперь а что же делать если у вас допустим диск GPT там и так далее или там UEFI на них надо ставить обязательно чтобы был вот обязательно же загрузочный сектор то есть если на таблице разделов MS-DOS вы можете создавать его можете не создавать и все равно все будет работать то на таблице разделов GPT такие варианты не проскакивают вот идет устройство создать таблицу разделов вот здесь ищите GPT вот он и создаете таблицу разделов все было хорошо прекрасный маркиза а вот теперь видите опять-таки целехонький как говорится нецелованный жесткий диск там размером под терабайт вот создадем на нем опять-таки ну что значит вот таким вот образом создадим значит 512 мегабайт загрузочный раздел можем здесь написать boot но по умолчанию он предлагает значит extension 4 но я обычно делаю обычно давайте посмотреть где тут у меня вот ну F32 вот так вот сделаем и нажимаем на кнопочку добавить вперед как говорится из песней закрыть здесь вот этого ограничения там 3 создали а дальше делать логически или расширенные разделы нету здесь вот дальше как говорится изгеляйтесь как вашей душеньке будет угодно вот допустим 3720 я взял скопировал вот делаю раздел для линукса вот сюда вставляю его вставить вот сюда его добавил дальше раздел под 400 гигабайт вот взял я его вставил сюда и на значит раздел для своп файла ну давайте своп сделаем 40 96 отметим что это своп добавить и вперед с песней все вот разметка жесткого диска для для того чтобы поставить мою авторскую сборку она значит сделана вот смотрим вот что-то пошло не так и своп раздел у меня получился аж 497 гигабайт ну и что вот взяли удалили пошли опять новый раздел подправили написали 40 96 перескочили сюда здесь опять-таки подправили на линукс своп добавить применить вперед как говорится из песней и все-таки получаем скажем так желаемые нам цифры то есть у меня оперативки 4 гигабайта вот своп файл у меня и есть на 4 хотел я себе сделать домашний раздел на 400 гигабайт я его сделал на 30 гигабайт мне для корневого раздела достаточно без загрузочного раздела практически на таблице разделов gpt тут скажем так поимейте кучу проблем да вообще работать не будет то есть загрузочный раздел будет значит на дисках gpt он обязателен ну а здесь уже можно поустанавливать разделы там для второго там третьего пятого линукса для винды да для чего угодно теперь значит ну что теперь давайте поставим эту вот сборочку то есть картинка у нас под глазами значит я сейчас запущу программку system bug вот значит мы сейчас вот единичку и введем вот программа system bug значит ну еще раз повторюсь значит если вы хотите чтобы у вас вместо имя пользователя юзер и пароля единичка было значит что-то другое там ваше собственное имя пользователя и другой пароль то вот вам сюда здесь заводите имя фамилию здесь заводите свой ник или свой там свою кличку пользователя имя пользователя здесь значит расставляете свои пароли тут пишите там допустим ну как там называется будет если у вас десктоп напишите там pc десктоп если ноутбук pc ноутбук и так далее я же завожу просто системное копирование почему потому что у меня меня устраивает имя пользователя юзер и пароль единичка вот первый раздел значит вот здесь вот у меня имеется бут вот я бут и отмечаю и вот посмотрите внимательно вот я вам сейчас оттяну угол вот видите крестик появился и слеж вот а там уже какой там этот раздел в каком она его сделает формате программу систем фактом сама определит дальше точка монтирования второй раздел вот он корневой обозначается просто слежем тут отмечено формат все вот еще один крестик и слеж дальше значит домашний вот домашний сюда его вперед ну и файл подкачки он в самом низу вот он тоже сюда то есть вот видите 4 крестика тут слежи все стоят как говорится вперед из песней ну и нажимаем на кнопочку next и давайте вот засечем время ну 23.07 начнем а я пока на секунду прервусь когда закончится я снова подключусь итак система скопирована это у нас отняло времени 13 минут но это моя полностью скажем так настроенная сборка со всеми моими там настройками и прочее 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 что делать дальше ну вот например у меня есть файлик видео так сеть потому что у меня gpt ну ладно вот смотрите тут тоже есть особенность если включена программа на gparted то на диске видны только свои разделы вот все остальные разделы жесткого диска не видно вот я иду на gpt тут у нас еще вот старая информация видите там 693 мегабайта вот файл обновить сведения о разделах причем вот смотрите значит полностью у меня значит из 30 гигабайт место значит заняло 18 гигабайт то есть так довольно таки прилично но таблица разделов gpt вот тут все вроде бы нормально значит можно это дело будет закрывать и вот когда я закрыл программу gpt вот здесь я вижу разделы своего жесткого диска у меня задача какая значит моя задача скопировать значит на раздел жесткого диска на home вот я в новой вкладке его открою давай голубчик открывайся home в новой вкладке вот значит перенести в видео вот этот файлик который я на первую часть ролика который я делал копировать а вторую часть этого видеоролика на флешке я скопирую когда уже перед самой перезагрузкой а сейчас наступило время прерывать запись перезагрузиться и посмотреть что получилось и так я запустился жесткого диска вот у меня жесткий диск пожалуйста смотрите загрузочный раздел корневой домашний и своп файл значит вид информация в устройстве вот пожалуйста диск GPT по-русски говорят GPT как вам нравится так и говорите можете создавать еще там кучу дополнительных разделов правило простое на разделах которые прикреплены вот видите телефончики никакие операции по уменьшению или увеличению разделов и так далее система вам делать не позволит все что дальше вот пожалуйста создавайте кромсайте режьте ради бога то что как говорится та операционная система на которой вы находитесь вот у вас пожалуйста как говорится в нетронутом состоянии вот я значит выделил поставил Linux Mint 18.3 Сильвию почему потому что ну на моем железе она как-то более надежно работает на 19 там надо было ставить другой видеоредактор я привык вот именно к этому видеоредактору к видеоредактору OpenShot а на 19 там там другой несколько значит я ставил он работает все нормально но вот мне как-то привычнее с OpenShot работать вот таким вот образом значит как видите вот вся информация об устройстве значит на как говорится у вас перед глазами все запустилось работает нормально значит ну и надеюсь теперь вы уловили разницу между значит особенностями таблицей разделов GPT и MS-DOS то есть GPT ну это более новая система многие сформированные компьютеры там у которых UEFI GPT ну вот пожалуйста на GPT и ставьте ну вот если у вас там стоит несколько операционных систем ну запустите поисковичок вернее программку групп Customizer она по-моему будет у меня тут стандартных была дайте-ка я гляну администрирование вот групп Customizer и при помощи ее значит там поднастроите себе операционной системы можно пользоваться программой SuperBoot Manager тоже хорошая хороша для настройки скажем программ и всего прочего значит я вам показываю только принципы в частности я показал как ставить мою сборку через программу SystemBug если вы ставите официальный дистрибутив то тут у вас вот как правило на рабочем столе у них всегда они дают такой значок в виде CD там DVD диска и под ним написано Install установка ну нажимаете на установку и идете и делаете все скажем так по правилам без разницы значит мне сейчас останется только поднастроить парочку там программ там куда там пароли свои позаводить и практически моя сборка скажем так готова к употреблению и использованию то есть ну для меня там особой разницы там нет какая там таблица разделов ну для более старых компьютеров там 5-10 лет у которых изначально была MS-DOS таблица разделов ну и ставьте ставьте MS-DOS у кого по новее по новее GPT ну ставьте GPT какая разница практически там скоростные соревнования между ними там 0.3 или 5 нулей там 10-й там миллионной там доли секунды для меня как для обычного пользователя роли особой не играет ну вот в принципе все самое главное что я хотел сказать о различиях таблиц разделов MS-DOS и GPT ну вот что вам нужно значит учитывать так что самые основные сведения теперь у вас более оформлены я желаю вам всего самого доброго и наилучшего и до новых встреч